На повороте по внешней стороне вставать нельзя. Организаторы сразу предупредили о мерах безопасности как для зрителей, так и для обслуживающего персонала. Однако расстояния даже 10 метров не хватило, чтобы укрыться. В камеру прилетело пару камней. Скорость на таком участке может достигать 100 км в час, а на прямом превышает 150 км в час. Основная масса участников иступает в классе стандарт. Это обычные автомобили, в конструкцию которых нельзя вносить изменения. Другое дело категория спорт. В этих автомобилях не только усилена конструкция, но и доработана коробка передач и двигатель. Мотор собирали самостоятельно, практически стандартный мотор. Едем хорошо, попадаем в повороты только за счет пары 5.0. Что значит? Ну, пара 5.0 передаточные числа, что позволяет при менее мощном моторе ехать более быстро. Данил занимается ралли второй год, как и другие участники отмечают, что трасса академичная, но в то же время достаточно скоростная. В беседе не без гордости рассказывает о том, как собирался автомобиль, про дополнительные приборы и кулачковую коробку с поисковым выбором. Говорит, профессионалы поймут, что это. Из необычных дополнений также второй бензонасос, на случай, если основной выйдет из строя. Но все эти доработки разрешены в категории спорт, где с автомобилем можно делать практически все, что угодно. В третьей категории стандарт у водителей связаны руки. Нельзя ставить профессиональную резину, а также усиливать корпус. Третья категория – это категория смертников. То есть они едут без каркаса, поэтому как бы… Нет, конечно, страшно. Всем страшно, любого можете спросить. Все равно страшно, конечно. Поэтому все едут. Страх – это же адреналин, поэтому мы за этим сюда приехали. Пермский экипаж с Аркадием Лариным, кстати, по итогам всех состязаний, занял первое место в своей категории. Экипажу пришлось пройти 8 этапов гонки. Об особенностях ралли в Ачоре, а также каким видит гонку водитель своего автомобиля, мы расскажем в следующей рубрике «Мужской клуб». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова